Значит, этот уголь попал в Севастополь нелегально. Он или был добыт так называемыми черными копателями, с которыми мы постоянно боремся, или через кромпированные посреднические структуры, которые для увеличения массы обычно добавляют в уголь землю. Была допущена небольшая неточность. Мы сказали из Кузбасского региона, а на самом деле уголь мы получаем из Новосибирской области. Уголь нам поставляет Севастопольская топлоэнергетическая компания. У нас не заключен прямой договор. Почему именно с ней? Поскольку у нее есть все технические и юридические возможности для того, чтобы осуществить такие поставки угля. На сегодняшний момент просто наше предприятие не обладает всеми этими возможностями. И они осуществляют поставку, транспортировку угля полностью из Новосибирска до склада нашего предприятия в городе Севастополь. По последним результатам анализов, они показали, что низшая теплота сгорания этого угля составляет 5800 килокалорий на килограмм. В принципе, это норма, потому что по нормам 6000 килокалорий на килограмм. Но теплопроводность угля из Донецкого региона, она была немножечко выше. 6500 килокалорий на килограмм. Возможно, все вот эти вот нарекания на качество нового угля произошли именно, когда наложились несколько обстоятельств. Плюс наступили очень сильные холода, морозы, плюс новый уголь. Плюс наступили очень сильные холода, морозы, плюс новый уголь.